В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Наталья Апаликова, заведующая структурным подразделением и педагог дополнительного образования Межшкольного учебного центра Рязани. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Ивановна, сегодня мы поговорим о недавнем вашем успехе. Разработанная вами практика презентации профессии «Младшая сестра Миросердия» вошла в реестр и рекомендована для тиражирования на федеральном уровне по всей стране. Расскажите про свой проект. Мне действительно в этом году выпала уникальная возможность участвовать в проекте «Билет в будущее». Он был создан Союзом WorldSkills России. И знаю, что в этом проекте приняли участие педагоги и образовательных учреждений различных городов нашего необъятной Родины. В этом проекте было несколько конкурсов и номинаций. В конкурсе, в котором приняла участие непосредственно я, назывался «Модели и технологии профориентации, направленные на созданный выбор профессий нашими детьми». То есть, естественно, это важный момент, потому что выбор профессий, которая будет по душе ребенка в будущем, то есть детей, которым будут трудиться в будущем, с любовью относиться к выбранному делу, это большая радость для нас, для взрослых, особенно педагогов, родителей. И, естественно, если с душой он будет относиться к выбранному делу, то и благополучие в обществе и в государстве в целом у нас будет, конечно, гарантировано. Что из собой представляет вот этот проект, на какой срок он рассчитан? Практика, которую предлагала я, это «Младшестрое милосердие», как вы говорили, она была внесена в реестр профориентационных материалов. То есть на этот проект могут ориентироваться педагоги, коллеги разных регионов, для себя делать какие-то выводы и что-то новое познавать. С точки зрения, опять-таки, повторяю, профориентации наших подрастающих деток. Наше обучение по курсу «Младшая сестра милосердия» рассчитано на два года. Первый год ребята у нас изучают основы ухода за больными, а второй год они знакомятся и отрабатывают навыки классического гигиенического медицинского массажа. То есть теоретический курс подразумевает наше обучение, и практический. Курс «Младшая медсестра» лабораторной практики, которую у нас ребята проходят, включает в себя отработку умений, навыков, знаний, которые они приобретают в ходе теоретического курса на муляжах, на фантомах. А вот клиническая практика, которую ребята у нас проходят в ходе обучения, она проходит на базе отделения 10-й городской больницы. Там непосредственно ребята могут уже пообщаться с пациентами, какие-то неинвазивные методы отработать непосредственно на пациентах. То есть все, что разрешено согласно нормам санитарно-гигиенических для наших детей, обучающихся в 8-11 классах. Многие бывают в шоке от того, что теория, и вдруг вот такая практика. Вы знаете, ребята к этому готовы. Мы начинаем вначале с теоретических занятий. То есть они постепенно шагают в область медицины. Они постепенно приоткрывают для себя завесу вот этой тайны, медицинской науки. Поэтому им интересно. Они вначале спрашивают, когда же мы пойдем к пациентам. Но вначале, как я говорю, в теоретическом курсе мы все им объясняем, рассказываем, знакомимся. Потому что они у нас на занятиях изучают. И основу ухода, общего ухода за больными. Ухода за больными терапевтического, хирургического, неврологического и других профилей. Они у нас приобретают навыки манипуляционной техники. Они у нас осваивают навыки оказания первой медицинской помощи больным. И также знакомятся с новыми методами профилактики различных заболеваний, что способствует мотивации к формированию ребят здорового образа жизни. И это очень важно. Как реагируют пациенты в больнице на такой персонал, может быть, еще, как говорится, не работающий, но стремящийся освоить профессию? Пациенты наших детей ждут с радостью. Потому что дети у нас во время занятий, конечно, знакомятся с основами поведения. Этика, эстетика, донтология. Все это у нас детками проходится. И они, конечно же, понимают, что, приходя в палату, надо улыбнуться, поздороваться, вежливо общаться с пациентами. И пациенты этого всегда ждут. Редко, когда пациент отказывает, например, пойти навстречу и померить артериальное давление. Такие случаются случаи крайне редко. Но все-таки здесь, наверное, очень важный момент. Это психологическая подготовка детей к тому, что они увидят в больнице. Некоторые дети уже осознанно приходят, вступают в мир медицины, посещая наши курсы. То есть некоторые дети говорят, я хочу быть хирургом уже давно. И я пришел специально, чтобы постичь айсин медицины, в дальнейшем посвятить свою жизнь медицине. Но есть дети, которые постепенно входят, посещают наши курсы и для себя открывают эти глубины медицинского пространства. Надо сказать, что всем интересно, у всех все получается, детки всегда справляются и с удовольствием посещают наши занятия. Но поскольку программа работает уже не первый год, есть ли какая-то статистика? Вы следите дальше за своими выпускниками, все ли выбирают эту профессию? Да, совершенно вы правы. Наше обучение направлено, во-первых, на профориентацию. Чтобы ребята могли осознанный выбор сделать в своей будущей профессии. Кто-то после этого становится доктором, кто-то медицинской сестрой. Курс наш, как вы правильно отметили, уже преподается не первый год. Уже не одно десятилетие ребята приходят к нам учиться. И как приятно, когда приходят уже к нам на занятия дети наших первых учеников. Но надо повторить, что багаж знаний, которые они приобретают, ребята могут использовать в течение всей своей жизни, независимо от того, какую профессию в жизни они выберут. Даже если они не свяжут свою жизнь с медициной в будущем. Это, например, недавно пришел у нас ученик, который хочет быть проводником. Естественно, когда он об этом подумал, решил для себя, что как же он без медицины будет осуществлять свои профессиональные обязанности, например, на каком-то длинном рейсе, когда будет находиться. А программа ежегодно обновляется? Что стало нововведением вот этого года? Да, вы совершенно правы. Курс у нас существует не один год. И ежегодно мы его обновляем, делаем доступным, интересным для детей. И живем в ногу со временем, конечно. Но уже медицина не стоит на месте, мы с вами понимаем. И медицина на месте с нами, да, и компьютерные технологии, потому что мы используем и их в своих, да, практиках, и теоретических, и практических занятиях, информационные, компьютерные, да, коммуникативные технологии, чтобы ребятам было интересно, познавательно. Кто ведет занятия вместе с вами и показывает детям вот эту прекрасную профессию? На нашем курсе трудятся, естественно, врачи и медсестры высшей квалификационной категории. Они же являются педагогами, которые имеют на то разрешение. То есть вот эта наша дружная команда, помогая детям освоить азы медицинских знаний и приобрести тот багаж, который они потом будут с радостью использовать в течение своей жизни. Вы упомянули, что всего программ 18. Вот какие еще профессии вы предлагаете ребятам изучить? В нашем межшкольном учебном центре ребята могут для себя изучить 18 профессий, таких как слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, ландшафтный дизайн, очень много компьютерных технологий, парикмахер, визаж. То есть каждый может выбрать из ребят для себя дело по душе. И что немаловажно, то что каждый из профессий, ребята изучая, может освоить совершенно бесплатно, что делает доступным это образование для каждого ребенка и для каждой семьи, когда известно, некоторые семьи испытывают определенные экономические трудности. И все-таки у вас делается больше упор на образование средне-специальное, то есть ребенок может пойти легко учиться дальше в колледж. Ребята у нас обучаются, знаете, как младшая ступенька. Главная наша направленность – это профессионально сориентировать ребенка в жизни. Повторяю, кто-то приходит уже осознанно, сделав выбор своей будущей профессии, а кто-то, посещая наши курсы, не только курс младшей сестры и милосердия, но и другие профессии, для себя, наоборот, приоткрывает вот эту завесу тайны профессии, изучая ее изнутри, в ходе теоретических, практических занятий, вот, например, у нас на курсе. Они имеют возможность изучить, познакомиться, и кто-то влюбляется в эту профессию. Даже вначале, может быть, он не рассчитывал, что будет дальнейшим врачом, медсестрой, медбратом. А как ваши курсы помогают поступить? Ведь все-таки дополнительные баллы вряд ли дают это. Наша задача – это сориентировать ребенка в большом профессиональном мире. И здесь перед ребенком приоткрываются грани, и он для себя делает определенные выборы. Вот это, во-первых. И повторяю тот багаж знаний, который они приобретают на наших занятиях, будь то на курсе младшей сестра милосердия, которую преподаю я, будь то, например, слесарь по ремонту автомобилей или другие иные специальности, они могут использовать в течение своей жизни, даже если не ступят на эту профессиональную СИЗО. Вот в данном случае, если они не станут медицинскими работниками. Всегда пригодится знание оказания первой медицинской помощи, знание по уходу за больными, общего профиля или каких-то терапевтического, хирургического, более узких направленностей. Ну и, как я уже сказала, наш курс помогает сформировать ребенку здоровый образ жизни, способствует формированию мотивации к формированию здорового образа жизни у ребенка. Это большая задача, и, естественно, навыки, которые будут отработаны ребенком в ходе наших практических занятий, они ему будут помогать в дальнейшем. А бывают такие случаи, что ребенок выбрал какую-то профессию, вот хочу стать кем-то там, допустим, ремонтировать автомобиль, да, пришел, посмотрел, ну, не его. Вот дальше вы ему помогаете выбрать, может быть, другую какую-то специальность? Насколько я знаю, ребята, которые к нам приходят учиться, и на курс «Младшая сестра, милосердие» и другие специальности, настолько с удовольствием учатся, и от коллег я слышала от наших, что практически не оставляют, да, практически вот стопроцентный у нас набор, и практически стопроцентный у нас выпускаются. Ребята приобретают эти знания, используют их в жизни. В медицине влюбляются все в эту науку, и, конечно же, ушедшие – это только по уважительной причине, например, кто-то, да, заболел, и дальше не может продолжать обучение, вот только таким образом. Давайте расскажем, куда приходить желающим посетить ваши курсы, и есть ли возможность в этом году записаться, или уже только на следующем? Наши курсы, как я сказала, проходят на базе Межшкольного учебного центра дополнительного образования. Он находится на Дзержинского, 10, и, естественно, там можно в администрации записаться, да, на курсы. Набор у нас в этом году уже практически закончен, группы переполнены. Это очень радостно, что ребята хотят учиться, посягать новые для себя, да, и, естественно, думаю, в следующем году, кто еще не знает о существовании наших курсов, о нашем образовании, могут записаться. Набор у нас уже начинается практически с весны, и сейчас у нас существует система навигатор, то есть регистрируются дети, записываются на выбранный курс, на понравившийся курс, то есть то, что близко по душе нашим детям. То есть родители с детьми могут прийти, посмотреть, да, в какой угли центр, а потом уже решать. Безусловно. Познакомиться и с администрацией, и с педагогами с нашими, пообщаться, посоветоваться. Ребенок может посмотреть и классы, и кабинеты, где мы занимаемся. Ну, для вас вот то, что ваша практика будет распространяться по всей стране, это как стимул дальше работать, или это все-таки какая-то ожидаемо заслуженная такая, не награда, но... Будет очень приятно, если практика наша будет помогать и другим детям в других регионах правильно, осознанно сделать выбор своей будущей профессии. Потому что, повторяю, если мы, взрослые, педагоги, родители, будем помогать ребенку сориентироваться в этом огромном мире, сделать правильный выбор, если он выберет себе дело по душе, из него получится высококвалифицированный специалист, нам будет прекрасно и приятно приходить к нему лечиться, учиться, да, например, ремонтировать тот же автомобиль. Мы к нему будем с удовольствием обращаться за помощью, да. И в целом общество и государство от этого только выиграют. Да, это благополучие нашего общества и государства. От этого зависеть будет. В гостях программы «Городские встречи» была Наталья Апаликова, заведующая структурным подразделением и педагога дополнительного образования Межшкольного учебного центра Рязани. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Всем нашим подросткам, девушкам, юношам я желаю обрести именно ту профессию, которая будет радовать всю свою жизнь, потому что нам, нашему государству, нужны высококвалифицированные специалисты, которые с любовью будут относиться к выбранному делу. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова